Сегодня в Оренбурге знаменательное событие. В рамках компании Armel проходит открытое мероприятие для активных партнеров, а также гостей нашего города. Сегодня для вас будут работать лучшие специалисты в индустрии красоты. Это бровист Юлия Рубцова, это парикмахер Наталья Малевич и визажист Татьяна Косарева. Девушки поделятся всеми своими профессиональными знаниями, поделятся секретами в индустрии красоты. И все это будет происходить на глазах гостей с использованием нового российского бренда Armel. Декоративная косметика, уход за волосами и, конечно, вкусный ароматный кофе ждет наших гостей. Сегодня я пригласила с индустрии красоты очень хороших специалистов в нашем городе. Девочки поделятся искренне всеми навыками, знаниями, которые они имеют. Вы, кстати, можете какие-то вопросы задавать и будут работать на нашей бьюти-линейке. Это бровист Юлия Рубцова. Знаете, у нее настолько много наград в своем деле, что говорят, когда человек профессионал. Я пыталась вчера выучить, в общем, не могу я выучить, извиняюсь, я просто зачитаю. Итак, золотой призер чемпионата в 2019 году в Уфе категория «Эксперт» номинация «Ламинирование ресниц». Ура! Золотой призер чемпионата в 2019 году, также в Уфе категория «Эксперт» номинация «Оформление бровей». Золотой призер чемпионата в Уфе категория «Эксперт» номинация «Ламинирование ресниц». Золотой призер чемпионата за кубок Евразии в 2016 году в Уфе категория «Эксперт» номинация «Оформление бровей». Прошла обучение крупнейшей школы страны, Академии дизайна взгляда «Лэшброу», Институт наращивания ресниц «Про взгляд» и другие. В общем, этот список можно продолжать, продолжать. Другие, я прошу тебя. Юлия Скопа. Я бы хотела сегодня актуальную тему обсудить. Это оформление бровей именно карандашиком. То есть то, что каждый из нас делает ежедневно по утрам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому интересно, в дуле в здании меридиан есть офис. Двенадцатый, да? Куда нет? Дизель называется «ИЮ». Кому нужен будет телефончик я обязательно дам. Сама оформляла эту бровь. Вообще в восторге. И я хотела бы тебя поблагодарить. Здесь маленький презент. Как раз то, что ты сказала, тебе понравилось. Я почему-то угадала. Нет, это тебе. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас я представлю вам вторую девочку. Немножечко сейчас отвлечемся к бровей и визажа, в сторону ухода. Я вам хочу пригласить не менее очаровательную девушку. Ее зовут Наталья Малевич. Она работает в одном из самых крупных салонов у нас в городе. Салон Упех. Тоже мастерство. И я встретилась случайно, волей судьбы. Тоже смогла побывать клиентом. Вот, безумно была удивлена отношением, профессионализмом. Поэтому тоже Наталья пригласила. Она не отказалась. Наташа нам расскажет вообще про уход за волосами в целом. И расскажет, как это делать с помощью наших линей. Следующий блок, который я, наверное, больше всего ждала. Я обожаю эту тему. Тема визажа, она актуальна для всех. Тем более, опять же, волей случая, наверное, как-то небеса. Небесам было угодно. Я буквально на днях познакомилась с потрясающей девушкой. Ее зовут Татьяна Косрева. Это настолько профессионал своего дела в области визажа. Когда я увидела работу, я вообще думала, я пришла к какому-то художнику. Реально в постер. Просто я надеюсь, что мы еще будем сотрудничать, и вы это увидите в более больших масштабах. Наталья является участником бьюти, битвы и международного конкурса в Санкт-Петербурге. И вошла в внимание в исторку лучших по странам России и СНГ. АПЛОДИСМЕНТЫ Те, которые первые выступали, они никто не является партнером компании «Арманд». У меня так получается, что я кому что-то показываю, у меня вот Таня говорит, все, я хочу, я оформлюсь. Наташа тоже думает, потому что на самом деле это очень классный продукт, честный продукт, по честной цене. Просто изначально говорю, что человек не заинтересован в продвижении бренда «Арманд». Каждое утро его пили. С удовольствием, кофе пили. Каждый день. Замечательно. Как кофеечек. Здорово. Да, вот так. Очень. Какой? Виск со сливками? Я уже всех пробовала. Какой сейчас пьешь? Я имуне три крошки, даже что-то твое. Ты самая любимая? Самая любимая и горький медаль. Нам подлетать нельзя. Здорово. Реально собрать, что вот эта огромная труба, таких профессионалов серьезные, да? И она это смогла сделать. Я знаю, что эти слова ей не просто откроешь. Я тебе скажу. Вот. Поэтому огромное тебе здесь спасибо. Вот. Мне лично понравилось. Вообще все. Я думаю, что девочкам тоже. И очень-очень полезно. Красиво. То есть я поняла. Я жрела, что я мало людей. Ну, это, кстати, самый, наверное, дорогой отзыв. Если человек пожалеет. Как говорят? Да. Вот что нагревают неделю и потом жалеют. Вот то же самое, дорогой отзыв. Спасибо большое. Лен, тебе сегодня посчастливилось на нашем мероприятии быть в роли модели. Я так поняла, тебе Юлия Рубцова, да, наш мастер по бровям, отдела бровки, да? Скажи, пожалуйста, свои эмоции, ощущения, что ты испытала при виде в зеркале? Вообще, как тебе продукция, которую ты сегодня попробовала? Мне очень понравилось, как бы, ну, я стараюсь ухаживать за бровями, но не так профессионально. А сегодня показали, как правильно надо работать с карандашом, как надо растушевать, все красиво сделать, что где-то что-то подчеркнуть, все как линии. То есть это большой опыт в таком мероприятии. Мне очень понравился. Понравился цвет, понравилась структура карандаша. Я в восторге. Еще приглашать? Конечно. Приду обязательно. Отлично. Будут еще мероприятия. Спешите поучаствовать. С удовольствием. Модели быть очень интересны. Ну, а мы продолжаем собирать отзывы. Спасибо. Люк, с тобой работал визажист. Прекрасный макияж вообще. Скажи, пожалуйста, была ли ты на подобных мероприятиях или ты впервые на таком мастер-классе была? Нет, я впервые раз попала на такой мастер-класс. Меня пригласила подруга. Если честно, немножко даже волновалась. Прям как-то непривычно. И очень вообще все понравилось. И понравилось. И, во-первых, косметика. Вот мне как-то делали макияж. Ну, скажем, такой непрофессиональный. И на лице, вы знаете, чувство такое, как масло в какой-то отделе. А здесь вообще все естественно. И очень красиво. Все очень понравилось. Ну, я обязательно приду. Супер. Спасибо большое. Лен, ну что, подошло к окончанию наше мероприятие. Я знаю, у тебя были гости. Да. Причем девчонкам посчастливилось быть в роли моделей. Скажи, пожалуйста, вот со стороны твоей эмоции. Мои эмоции таковы, что от данного мероприятия я получила кучу на сайте. Очень много лайфхаков, которые я буду здесь, например, у себя в макияже. Узнала много нового. Ту информацию, которую я, казалось бы, знаю, да, но как-то вот слышите ее от экспертов, точно не теряясь в нашем поляре. Вот я рада быть здесь. С нетерпением снова, да, следующих таких мероприятий. Буду приглашать обязательно, как можно больше людей. Потому что про декоративную косметику девочки должны знать. Каждую уважающуюся девушку, да? Да, да. Нужно это знать. Все, спасибо тебе большое. Вер, я знаю, что на сегодняшнее мероприятие ты приехала издалека. Ты живешь не в Оренбурге, а живешь в Тюльгане. Скажи, не пожалела ли ты о том, что проделала такой путь ради сегодняшнего мероприятия? Нет, нисколько. Мне всегда здесь нравится общаться с коллегами, будем так говорить. Мне нравится компания. Я пользуюсь этой продукцией. И поэтому мне нисколько... Я не пожалела. Всегда с радостью прихожу сюда на эти мероприятия. И поэтому приглашаю гостей, своих друзей. Что тебе больше всего понравилось и запомнилось? Чтобы сейчас те, кто не пришел, они пожалели и в следующий раз обязательно пришли. Ну, мне понравилось очень. Это макияж. Макияж. Мне, конечно, брови очень интересные. Я много для себя взяла. Шампунь я тоже пользуюсь. Но макияж мне больше всего понравился. Супер. Я все взяла для себя. Для себя. Для себя, любимая. Даже новый цвет помады выбрала. Отлично. Кстати, он тебе очень идет. Теперь выпишу. Обязательно. Все. До новых встреч. Всего доброго. Оксана, знаю, что ты являешься партнером компании «Армель». И сегодня у нас в Оренбурге состоялось впервые мероприятие в рамках такого формата. Вот очень хочется узнать твои отзывы, твои впечатления. И хотела бы ты, чтобы твои гости присутствовали на таких мероприятиях. Да, конечно, мероприятие мне очень понравилось. Я, в принципе, впервые на таком мероприятии. Конечно, жалко, что я была одна без гостей. Но как бы впредь буду знать, что происходит на таких мероприятиях. Я получила очень много информации, в том числе по макияжу. Было очень интересно для себя. То есть очень много всего нового узнала. Хотя все мы умеем вроде как краситься. Но на деле, оказывается, не то. По волосам тоже мне очень интересна эта тема. По уходу. Поэтому тоже было очень интересно. Все специалисты прям доступно дали всю информацию, прям все интересно рассказали. Мне очень понравилось. Что особенно запомнилось? Особенно запомнилось? Ну, наверное, все-таки макияж. Общий, да? Когда? Да. Потому что очень подробно было рассказано, что наносится, как наносится, в какой последовательности, то есть где там, как корректировку тоже сделать. Ну, это такие важные вещи, я считаю, которые нужно знать. Отлично. Спасибо тебе большое. Нам спасибо за такое мероприятие. Татьяна, я знаю, что ты далеко не равнодушна к той компании, да, виновнице, которую сегодня однозначно. Да, ты развиваешься, ты строишь бизнес. И ты сегодня была, так скажем, наблюдателем со стороны. Вот скажи, пожалуйста, как тебе вообще формат мероприятия? Хочется узнать твои эмоции, какую перспективу в данном направлении ты видишь? Ну, мне лично, вот как зрителю, да, как человеку, который майкоп вообще ничего не понимает, для меня это было очень интересно. И с точки зрения полезности для себя, которую я взяла, и с точки зрения вот именно формата мероприятия, как бизнес, да, потому что я вижу лица девочек, как они смотрят, насколько им это нравится. Им нравятся те преображения, которые они видят. Им нравится та информация, которую они получают. Поэтому я считаю, что это очень красиво, это очень стильно, современно, и тем более с таким продуктом, ну, просто, мне кажется, это только надо развиваться, и это будет пользоваться огромным успехом. Спасибо большое. Юль, первое, что хотелось бы сказать, это поблагодарить за то, что ты была экспертом на данном нашем мероприятии. Я видела эмоции людей, видела, как они поглощали ту информацию, которую ты давала. Огромная тебе благодарность. И хотелось бы задать тебе такой вопрос. Как тебе формат мероприятия и твой отзыв, как профессионала в своей области о продукции Армель? Спасибо, что меня пригласили. Мне очень приятно было побывать в такой компании. Атмосфера очень дружеская, люди очень позитивные. Я тоже видела, что информацию слышат, информацию воспринимают. О продукте могу сказать, что очень стильный продукт. То есть мне нравится, в принципе, упаковка, нравится дизайн. Сам карандашик по консистенции очень хороший, качественный. Я думаю, что это прорыв. Спасибо большое. Спасибо вам. До новых встреч. Спасибо. Татьяна, во-первых, хочу тебя поблагодарить. Ты была сегодня экспертом на данном мероприятии. Я видела эмоции девчонок, видела, что даже уже после завершения к тебе подходили и просили, Таня, сделай мне губы, Таня, сделай мне брови. Огромная тебе благодарность. Хотелось бы узнать, как тебе вообще формат данного мероприятия. И ты, мы знаем, впервые работала новым брендом, компанией Армель. И вот как специалист очень хочется услышать твой профессиональный отзыв. Ну, такие мероприятия я люблю не впервые. Девишники такие. То есть мне больше всего нравятся групповые, мастер-классы. Ну, в принципе, индивидуальные занятия тоже. Но здесь как бы больше мнения, больше интересов около такие. Армель для меня была приятно удивлена, потому что как бы парфюм я пробовала. А то, что у них еще декоративка, это не знала. В общем-то, все текстуры и все моменты, которые нужны для профессионального макияжа, в принципе, здесь есть. То есть очень легко. И не только для профессионального, а даже каждому человеку, то есть в бытовых условиях, можно делать макияж. Потому что очень все легко тушуется, мягкие, легкие в применении. И сами оттенки, даже помады, тени, они более такие адаптированные к нашему тону. То есть все это продуманное, я так думаю. Все это специально не зря сделано. То есть, в принципе, данной косметикой можно сделать как хороший профессиональный макияж, так же этой косметикой можно делать легкие макияжи в домашней оптиме. Да, от дневного, ежедневного до вечернего, торжественного, новогоднего. То есть каких угодно можно. Все, что нужно, все есть. То есть они много со временем идут и придумывают. Отлично. Скажи, захотелось ли что-то взять себе в работу и порекомендовала ли бы ты данную продукцию своим коллегам в индустрии красоты? Да, в первую очередь, конечно, сразу у меня завоевали это помады, любовь, что кашемировые, что матовые, потому что матовые, я уже говорила про матовые. Мало того, что они матовые, они суперустойчивые, плюс еще они очень легкие, не стягивают, не сушат. Это большое преимущество суперустойчивых помад. И для своих коллег, в первую очередь, я их буду рекомендовать, потому что у нас больше всего необходимость это суперустойчивые помады, потому что клиенты, как правило, там невесты, она длительная, да, там время макияж нужен, вот, и в первую очередь, помады. Карандаши для бровей, конечно, это тоже, потому что они все идут с таким натуральным оттенком, то есть нет никакой рыжины, нет слишком темных, хорошо тушуются, два в одном. Кисточка, то есть брашинг на конце тоже очень удобен. Вот, также и тени, тени вообще там, то есть четыре оттенка, их можно комбинировать по-разному, они хорошо друг на дружку. Накладываются, вот, и тональная основа хорошо перекрывает все, то есть, в принципе, все, что нужно, есть. Румяный корректор так вообще отлично, то есть он выступает вообще профессиональному корректору по своей пигментации, тушевке и по тону, оттенку, то есть мне очень понравится. Ну что ж, я думаю, мои комментарии здесь уже излишния. Большое тебе спасибо и до новых встреч. Спасибо. Наташа, ну первое, что хочется сделать, это, конечно, поблагодарить тебя за то, что ты согласилась выступить экспертом в рамках данного нашего мероприятия. Я видела эмоции людей, когда они слышали, слушали, что ты говоришь, твои советы были очень ценные и полезные. Ты, кстати, можешь сказать, где ты работаешь, потому что уверена, что, ну, каждая бы сегодняшний гостья хотела попасть в руки к такому мастеру, как ты. Где ты работаешь? Салон успехов, город Оренбург, улица Весозащитная, 13. Всегда вам рады, всегда проконсультируем, сделаем вас счастливыми. Красивыми. Классно. И скажи, пожалуйста, свои ощущения от данного формата мероприятия, вообще от мероприятия в целом, потому что я знаю, что ты еще развиваешься в сфере визажа, да, и для тебя, ну, наверняка тоже какая-то информация была сегодня новой. Да, конечно, сегодня работала супермастер Татьяна, делала макияж, и, в принципе, много было полезных моментов, да, информации, косметика хорошая. Сама хотела бы попробовать новый бренд Армель и как вариант использовать его в работе? А я попробовала уже на моих губах. Между прочим, помада от Армель, да. Матовая помада. И посмотрите, как светится Наталья. Вот эти эмоции получает каждая, кто окунается в мир Армель, кто пробует ароматы, косметику, пьет кофе. Поэтому следите за объявлениями и не пропустите данные мероприятия. Будь в центре событий. Спасибо большое. Ну что ж, подведя итог нашему сегодняшнему мероприятию, могу сказать, что данный формат, это, знаете, как глоток свежего воздуха. Несмотря на то, что у меня были знания в сфере красоты, я уже пользовалась новым брендом косметики Армель. Я сегодня, как маленький ребенок, впитывала информацию. Я видела эмоции людей, которым что-то наносили. И я вижу, как девочки работают до сих пор. Кто-то просит подкорректировать форму губ, кто-то хочет попробовать помаду, кто-то интересуется бровями. Я к тому, что тема красоты, она очень всегда в тренде. Все хотят быть красивыми, ухоженными. И обещаю вам, что данный формат в Оренбурге будет проходить на постоянной основе, и все самое интересное будет впереди. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране. Субтитры подогнал «Симон»!